Вот я и в Гатчине, в Приорадском парке. Уже с самого начала, вот тут стоит старая силостная башня, я так понимаю. Ее нагородили забором, чтобы никто не лазил. Она в аварийном состоянии. Но мы пойдем туда вниз, в сторону Приорадского дворца. В планах осмотреть именно его. А вот и Приорадский дворец, в него-то мы сегодня и пойдем. Окей, вперед. Ну что, это уже Гатчинский парк. Прям вплотную подходит, вообще не боится. Надо же. Прям вплотную подходит. Не могу обойти стороной в Гатчине это место. Вот этот макет подводной лодки. Тут написано. Подводная лодка построена в 1879 году. Испытания проведены в 1881 году в городе Гатчине на Серебряном озере. В присутствии императора Александра Третьего и его супруги Марии Федоровны. По результатам испытаний было принято решение на постройку 50 таких субмарин. Строительство первой в мире серии подводных лодок завершено к концу 1882 года. Основные характеристики подводной лодки. Водоизмещение 11,5 тонн. Рубина погружения 12 мм. Скорость движения 3 узла 5,6 мч. Длина 5,7 м, ширина 1,2 м, высота 1,7 м. Экипаж 4 человека. Макет заказан на натуральную величину 2006 году. Столитию российского водоотводного флота научного производственного мнения Севзапспецавтоматика. Также не могу пройти мимо вот этого вот макета самолета. Колеса, судя по всему, велосипедные примастырили. Так, что там написано на нем? В честь столетия первого отечественного военного аэродрома отваги и мужества первых русских авиаторов посвящается. 1610-й город Гатчина. 2010-й. Макет в 2,3 натуральной величины. Изготовлен санкоррентивом УАО. 218-й авиационный ремонтный завод. Там что-нибудь еще написано. Нет, ничего особенного. Вот так выглядит вот этот макет самолета. С задней стороны этот макет самолета выглядит вот так. Продолжение следует... Спасибо.